Валерий Федорович, вот об такой теме можем поговорить? Очень много конспирологии по поводу болезни Путина и его скорого ухода. Вам что-то об этом известно или это все как бы... Да нет, да. Это внимание не надо обращать. То рука у него, то еще чего-то. Я думаю, что все это ерунда. Чекистский ход? Значит, знаете, более 20 лет у власти, конечно, даже одна фамилия, она надоела. Надоела. А с тем социально-экономическим положением, которое сегодня есть, его, в общем-то, по-хорошему, больше никогда не выберут. Понимая, что он олицетворение той эпохи, путинской эпохи, которой сегодня мы живем. Мы знаем эпоху Ленина, мы знаем эпоху Сталина, эпоху Брежнева. Мы знаем, так сказать, и царских всех знаков, Петра, знаем первые эпохи. Каждая вот эта эпоха, она характеризуется тем лидером, тем руководителем, которые, в общем-то, олицетворяют нашу страну. Вот, понимая это, я считаю, что технологи, политтехнологи, администрация президента, там черт тебе сколько народищу, они ищут варианты. А как уйти на какие-то другие темы, но не на тему, куда довел Путин страну. Почему мы в таком разоренном состоянии? Почему у нас друзей во внешнем мире уже не осталось? Даже этого. Почему у нас все заводы, все предприятия, а их уже больше 80%, мы не собственники их, а собственности этих предприятий? За границей. Почему вся торговая сеть на 90% хозяева за границей? И все, вот это почему всегда идет от того, а кто у нас президент, кто руководитель, кто это довел? Ну, был Ельцин, можно ссылаться было первое время, да? Был, так сказать, лихие 90%, можно было, но здесь больше 20 лет. Уже это свершилось. И сегодня они вот вбрасывают то досрочные выборы в Госдуму, да? То вот якобы что-то там с президентом, подождите, не выходите на улицу. Подождите там, это самое, не возмущайтесь. Он все равно сейчас умрет, там будет другое, что-то придет другое время, значит, и будут перемены. Успокойтесь, вот поговорить, в соцсетях перемывает, пальцы дрожат якобы, какую-то там куклу посадил, когда на дистанте там проводил совещание. Значит, вот буквы какие-то там большие ему дали на листе, он их листает, читает якобы, говорит в экран. Вот это, я считаю, что специально высвечивается. Здоров он и будет продолжать работать и проводить свою пагубную, пагубную политику, которая доводит нашу страну до ручки, до развала. Вот это надо понимать. И не ждать, что будет завтра, а вдруг, так сказать, вот надо будет, так сказать, идти поминать кого-то. Значит, не ждать, а бороться, самоорганизовываться. У нас есть другая партия, другие программы, у нас есть прекрасные кадры, которые можно использовать и вытащить нашу страну из этого тяжелейшего и политического, и экономического кризиса. Ведь для того, чтобы дать возможность усидеть в кресле президента, господин Путин со своими, так сказать, подельниками инициировал изменение Конституции только из-за одного пункта. Чтобы у него было и в пятый, и в шестой, и бесконечное количество раз возможность баллотироваться, а использовать административный ресурс, фальсификация. Вот это дурное законодательство выборное, которое не позволяет честно проводить выборы, чтобы его сохранить в этом кресле и сохранить вот это окружение. Ведь почему они так боятся смены главного президентства кресла в Российской Федерации? Традиции, которые внесены и внедрены в Россию, показывают, что, ну вот допустим, и как только президент становится другая фамилия, начинает мочить в сортире всех остальных, кто рядом был, до этого был в этом кресле. И все, вот это Мочилово пошло. Сортиров не настроили, но Мочилово пошло. Значит, закон вброшенный о неприкосновенности и неподсудности бывших президентов, их семей, для чего? Вот я сел, когда мы с товарищами, с нашими членами партии, фракции, давайте пообсуждаем, для чего нужен этот закон сегодня Путину. Ну, для чего? Кто его тронет? Он же памятник. Кто его посадит? Понимаешь? Вот, значит, давай рассуждаем. Значит, воровал, да? Не стал президентом. Отвечать надо за воровство. Для этого, чтобы не отвечал, что надо? Да, нужен закон. Значит, его бросили. Не воровал, но не стал президентом. Стал другой, пойдет Мочилово. Значит, что защитить, чтобы этого? Ну, это традицию заложил Путин со своей командой, поэтому Мочилово. У нас, как губернатор не уйдет, начинает мочить. У нас, как, так сказать, подставы, то же самое. Значит, опять нужен закон. Вот. Что еще? А третьего-то уже и нет. Ничего. То есть, ты либо воровал, либо не воровал, либо третье. Зная все механизмы воровства денег, уводы их в офшоры, на счета за границу и всего остального, освободившись из кресла президента, зная эти механизмы, ты можешь воровать дальше, вытаскивать деньги, также растаскивать бюджет, но у тебя должна быть что? Правильно. Неприкосновенность. То есть, вот все эти три варианта, а я четвертого просто не вижу. И вот для этого они и внесли этот закон. Мы, фракции КПРФ, голосовали против. Потому что честному, порядочному человеку не нужны эти неприкосновенности. Тебя сам народ на руках носить будет, если все было хорошо, если экономика работает, если дети учатся, если, так сказать, нет бандитизма, если суды работают, как положено, по Конституции, и они независимы, если депутаты имеют свой статус и выполняют свои обязательства, тебе не нужна неприкосновенность. Не нужна. А вот если воруешь, если не воруешь, но должен ответить, или потом будешь воровать, вот для этого законы нужны. Они его внесли. И Единая Россия, эта партия жуликов-воров, как раз этот закон единогласно и приняла. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok